Признение президента Базгарова было... Гуманитарная наука в Татарстане в опасности, уверен этнолог Дамир Исхаков. По какому принципу будут проведены сокращения, пока неизвестно. Но, что называется, процесс уже пошел. Мне грозит, потому что руководство Академии наук считает, что я нежелательный элемент в Академии наук. Я критиковал Академию наук. Из-за этого удар хотят направить против меня лично тоже. Сократить 269 из 657 сотрудников Академии наук. Такие рекомендации дал чешский специалист по оптимизации Томаш Навратил после комплексной проверки деятельности ученых. Методы оптимизатора многие встретили без оптимизма. Сокращение варьирует от 25% до 65%. Совершенно по непонятному принципу. Я вам скажу причину. Наватил только пришел и институт истории начал писать. В частности, Дамир Исхаков. Наватил такой-сякой. Он отсталый, он ничего не умеет, он ничего не знает, так нельзя проверять. Разве можно так писать заранее? То пройди эту комиссию. Пусть он пройдет. Они бы, если не писали так, не кукарекались заранее, у них было бы 20%, я уверен. Никто институт истории на 65% сокращать не собирается. В основе противостояния конфликт физиков и лириков считает Дамир Исхаков. Гуманитариев в руководстве Академии почти не осталось. Вот некому заступиться за историков. Понимаете, когда человек не загружен, любой сотрудник, когда у него конкретного дела нет, он начинает сам себе выдумывать дело и мешать другим. Вот это вот очень вредно. Все должны быть нагружены как минимум до 90%, чтобы не было времени у них ненужные вещи писать, ненужные речи говорить, чтобы своим делом занимались. Исхак вас обратите? Я не знаю. Этим занимается директор институт Академии Хакимов. В самом аппарате Академии наук Татарстана с некоторыми уже распрощались. Кто-то в результате подобных мер потеряет, кто-то, напротив, приобретет. Ученым обещают с 1 июля поднять зарплату на 50%. 269 ученых могут остаться без работы уже в ближайшее время. 4 июля состоится заседание Президиума Республиканской Академии наук. На нем-то и должен решиться вопрос о сокращениях. Антон Раештат, Волгат Бегимов и Альфред Камилевский, телеканал Эфир.